здравствуйте друзья и в этом видео опять не будет постройки казармы дело в том что мне нужно сначала закончить постройку склада и хотя склад у меня лишь наполнение а вернее задний фон для моей диорамы сделать его нужно хорошо ну по крайней мере я постараюсь склады бывают разные бывают ангарного типа бывают с одной крышей и стеной вот такой небольшой складик я и буду делать и уже происходя из его размеров я буду определяться с величиной и высотой самой казармы ну что же присаживайтесь поудобнее вы на канале диорама из пенопласта меня зовут сергей и я начинаю и и как вы уже помните я сделал ворота забор сетка рабица и колючую проволоку для ограды ну как бы там ни было ссылки будут в описании к ролику а также подсказки вверху теперь я размечу где будет стоять моя ограда обозначу и выложу что-то типа опалубки для склада и немного подниму его над поверхностью а теперь немножко мистики так сказать фантастики или я был просто них не в курсе происходящего возьму косметическую глину смешаю черную и белую замешаю ее с помощью клея пва разбавленным пополам с водой и залью поверхность то есть площадку перед складом и пол на складе ну и по своему невежеству мне казалось что у меня получится монолитная поверхность то есть бетонный пол а в итоге я получил вот это основание все потрескалась и я получил сухую растрескавшуюся землю ну или асфальт да и кстати площадку я покрыл белым акриловым герметиком продавил на них плиты и пол на складе пришлось также поменять то есть я залил его также белым герметиком и расписал сделал монолитный бетонный пол а по поводу глины получилось замечательное растрескавшиеся покрытие даже лучше чем ожидал возьму на заметку теперь буду строить заднюю стенку склада открытого типа и конечно же с помощью бальсы отмеряю и нарезаю будущее щиты и доски и сделаю центральное окно склеиваю стену единое целое клеем секунды мне привезли вот такую замечательную сетку это сетка для ограждения домашних животных она чуть толще москитной и отлично подойдет для имитации металлической решетки на окно с помощью карандаша отмечу и продавлю имитацию досок на стене а с помощью шпажек сделаю имитацию металлических столбов к ним и будет крепиться моя стенка и нужно усилить металлическими крутами само окно с этим также справится шпажки с помощью картонных полосок буду опять же имитировать металлические пластины с помощью них стал бы крепится к стене покрашу стенку за базовый возьму желтый потом жидко разведенной коричневой краской пройдусь сверху и когда подсохнет очень жидко разведенной смывкой пройдусь еще раз черной краской обозначу окно а металликом решетку на окне и как бы со стенкой уже будет закончена теперь приступая к внешним столбам на них и будет опираться крыша то есть нарежу их из шпажек между собой соединю тонкими полосками из бальса которые прикреплю в свою очередь к шпажкам картонными полосками и да я сделал из бальса вот такие ящики не знаю что в них есть наверное какая-то секретная фенчушка они мне не говорят также у меня были давно куплены и покрашены бочки и всякая утварь вот ими я и буду наполнять свой миниатюрный склад сделаю два поддона и уже бочки размещу на них ну вот как то так устанавливаю внешнее ограждение то есть те ворота ограду с колючей проволокой которая делал до этого и займусь крышей а это значит вклеевые балки стропила короче все то к чему и будет крепиться складская крыша а крыша ничего загадочного здесь нет это будет очередной профнастил из пищевого алюминия точно таком же стиле я делал крышу для караульной будки то есть я также проминаю центральную рифлю переворачиваю и с обоих сторон провожу вдоль этой рифли еще раз то есть усиливая ее рельеф а для удобства установки всех листов профнастила на крышу я приклеиваю к бумаге переворачиваю и крашу с внутренней стороны серой базовой краской я прекрасно понимаю что никто не видит снизу да и не увидит никогда но я-то знаю но я-то знаю что не крашена поэтому крашу а теперь крашу с внешней то есть серый базовый цвет под ржавчину торичневый рыжий светло-серый и черный устанавливаю караульную будку на место и ядрен матрена там же ведь еще горючий смазочный материал нужен пожарный щит ну что ж сказано сделано короб для песка из картона щит бальца лопатый топор зубочистки и пищевой алюминий ну и для завершения этой серии нужно поставить забор то есть отделить территорию склада с караульной будкой от территории казармы и плаца в дальнейшем конечно всю эту территорию засажу флоком вы посмотрите у них крыша ржавой им некогда содержать территорию гарнизона в армейском порядке постоянно происходит какая-то бабуиня поэтому да кусты трава и всякий мусор и сейчас я установлю забор даже красить его не буду это просто как бы разделение двух плоскостей в дальнейшем этот забор будет переходить в центральные ворота настилы лежанки для пулеметчиков так называемые гнезда а снизу подъемные лестницы но это уже будет точно после казармы а мы с вами смотрим в деталях какой же склад у меня получился вот и все до встречи на канале диорама из пенопласта удачи вам всех благ а главное здоровье берегите себя